господам связи роман канал фрисан games мы продолжаем с вами звездные войны галактика героев у нас джианозис естественно второй этап почитал и значит комментарии в принципе говорили оставлять себе битвы за исключением все-таки вот за жуков говорили что не надо давай мы знаешь как поступим человек подсказал в описании да у ютуба есть такая возможность что в описании я буду оставлять тайм-коды но тебе их смотреть не надо то есть прям наводишь на ползунок времени ролика и там будет ролик поделен на секции такая битва такая битва такая битва то есть я просто буду делить видео человек ты тебе будет если интересно допустим битва за клави ты нажмешь битву на окла если интересно другая битва ты нажмешь другую битву я думаю так будет более правильно по отношению в принципе ко всем смотрящим флот мы здесь взяли я записал еще днем ударил но к сожалению успел ударить только одну битву это была вот эта битва за химеру с траву нам эту я уже не успел потому что забили просто-напросто три звезды моментально здесь у нас получается темная сторона здесь дуку и асаж и здесь у нас опять же темная сторона любые а здесь у нас поинтереснее темные темные и а клай как ты помнишь у нас вроде по клави все было хорошо но в один прекрасный момент что случилось система сломалась то есть вот просто напросто взяли и слились оклаю второй раз после этого после слива было очень тяжело как бы до забрали но мы были вот просто на грани на волоске поэтому пропустить битву с оклаем несмотря на то что одна она однотипная я считаю неправильным ее сто процентов надо писать записывать тем более что еще до сих пор не все во первых умеют бить во вторых приходят новички которые тоже пока что не умеют бить но хотят научиться сказал как учитель хотя мне еще самому учиться и учиться так здесь блока у нас нету а нет есть давай здесь пока открою ну помчали поехали будем тогда лупить что нам еще делать джедаи те которые нужны они в принципе с блоком этот вроде как не страшный поэтому бьем пока клави слепота легла в этот раз да спасибо взяли меня ударили за что а кстати надо бы от него избавиться хорошо досмотри слепота один раз помогла несмотря на то что у меня на альфе почти 290 скорости чего в принципе достаточно таки нормально то мы проигрываем по ярости то есть накопление ярости у оклая идет быстрее это плохо я понимаю что как бы и как бы тебе объяснить что виновником этой ситуации являюсь я сам потому что я его бью а каждый раз когда мы его бьем ему накапливается шаха вот но блин я не могу его не бить мне какой смысл лупить этих джедаев но все ярость поперла походу на а у меня еще не готова между прочим так здесь блока есть здесь через шпиона альфа ходи пожалуйста есть альфа красава сюда тоже блок накинули ну все теперь можем его немножко побить так пацаны джедая бейте пожалуйста оклая не надо меня лупить на хрен там не чтобы опять альфа сходил потому что у меня очень мало здоровья у жучков моих тараканчиков хотя в данном случае таракан больше он вот слушай я не знаю почему но оклай безумно мне напоминает жука таракана из людей в черном из первой части я не помню говорил я этого ранее или нет но это вот просто вот реально сходство просто колоссальная так здесь три вот смотри у него сейчас ярость через один у меня через три хода ну как так-то ты немного не честно я вроде разыгровка особо не менялась с первого раунда с первой ярости так сказать великолепно еще и по альфе здрасте ты ничего не попутал дядь до ярости два хода провокации нет на верзиле ну что он в ошеломлении сидит бля так подожди 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 не спешим не бьем пока клай должен верзила успеть сходить так успел сходить все он получил провокацию зачем я кстати вот этого консула контрил слепота хорошо я тебе говорю с яростью что-то не то произошло убей есть шпион сука красава ну как же ты мог заметь при этом все тычки которые мы перед этим давали он по моему не выдавал крит а сейчас когда это было крайне необходимо он взял и выдал крит псина бляха заставил меня понервничать хорошо у нас осталось четыре пистолета раз два три четыре и они все за темную сторону то есть нам надо иметь естественно четыре пачки первая пачка это будет древан пак как ни крути мародер и подожди это же второй этап это второй этап здесь мы можем шизоида сэкономить и взять сюда ситха убийцу здесь нам одного малака хватит просто потому что это второй этап таким образом по басе по басе ну давай через по басе призовем напугал кота сосиской так есть а в смысле слабо выдал братан слабо выдал ну ладно так дальше 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 бляха здесь медик медик это хреново с него тогда и начнем о извиняюсь надо закрыть окно определенно сюда раз тут меточка есть где у нас ситх убийца сегодня его наконец-то так давай страх кинем чтобы у нас ситх убийц это не забрали пока что ситха убийцу она же сушка пусть поживет немного почему бы и нет здесь есть пацаны с массовой атакой минус 2 красиво там удалось там дадим отлично отсос не оставим его на финал очка мне интересно потеряем мы ситх убийцу на этом этапе или нет посмотрим кто у нас финалки будет ки ади мунди иди сюда ой хорошо так в инвиз есть страх сюда подметочку красиво так по толпе у нас могут лупануть раз два три три человечка давай с тебя начнем раз уж тебя начали то тобой продолжим минус осталось двое не подожди давай ты просто сюда стрельнешь ты сюда но с блокировкой есть блокировка прошла ты уже красиво бей ай молодчинка пытаюсь сушку сохранить конечно нам нафиг не нужно но все-таки член команды не хочется просто так-то жертвовать подлечился красава подлечился с запретом на прохил но что поделать кстати интересная теория недавно совсем в комментариях был разговор на эту тему и я еще обсуждал вот смотри есть добавь который запрещает прохил раз я его открою так первый порядок первый порядок вот у нас кайла пожалуйста основная тычка невосприимчивость к лечению невосприимчивость к лечению на английском переводится как хелсинг он она же излечение исцеление тому подобное невосприимчивость лечению когда во время битвы мы его открываем он напишет что запрещает восстановление здоровья здоровья внимание про защиту ничего не сказано прикол был в чем на персонажа на моем висел запрет на прохил на исцеление на восстановление здоровья и запрет на положительные бафы на положительные эффекты лечение которое не длительное лечение моментальное такое же как и восстановление защиты моментально они длительно она не является бафом но опять же запрет на восстановление лечения дает запрет на восстановление защиты прикол в чем защита и лечение и здоровье это два разных критерия но чтобы ты понимал мою моя точка зрения какая что здоровье это здоровье естественно а защита это некоторое силовое поле закрывающих персонажа пробив которые мы уже наносим естественно урон здоровье следовательно должно быть два дебафа как минимум на защита восстановление защиты и на восстановление лечения либо один на восстановление и защиты и здоровья потому что нигде в игре не сказано но по умолчанию защита несмотря на то что защита и здоровье это абсолютно разные вещи они приравниваются одно единое целое вот такой вот нюанс интересно есть в игре так поехали сюда здесь мы за кого будем проходить здесь мы наверное пойдем за палпатина вейдера трауна 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 таркина и шизоида почему бы и нет собственно говоря да да поехали мы на легенду палыча ставим прямо полнейшее какое-нибудь говнецо потому что пока что второй этап и честно говоря можем себе позволить просто напросто вот и все так на сюда разок сюда разок сюда разок ой ты ж батюшки сюда разок подожди я сейчас еще бонусный ход получу тебя добью еще раз схожу ну и призову дроида так и быть в конце-то концов он нам тоже нужен а то видите ли вейдер один расходился без остановки не на вейдер классный поц подпишет в комментариях что надо сделать легенду вейдера по идее надо бы потому что вейдер сам по себе это но это легенда звездных войн но счастье в плане игры он и так очень весьма хорош то есть выводить его в легенды мне кажется пока что рановато есть очень много других персонажей которые заслуживают вывода в легенды раньше него где опять же сказать очень много не то чтобы очень много но есть или опять же например как павшие не почему бы и нет мне кажется что он быстрее должен стать вывести его в легенду потому что сам по себе и накин весьма неплохой персонаж но извини меня все таки в сравнении с вейдером нет вейдер по по полезности мне как мне кажется все таки будет лучше итак ну давай блок сюда да 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 же третья волна просто за счет вейдера опять же таки было все эти наверное фишки оставить на четвертую волну она у нас еще есть травм опять же для разгонщика так здесь у нас резня уже готова хорошо для хабаре софи я совсем забыл про неё так давай сюда надо вы кстати подконтрить немножко потому что он сейчас по толпе скорее всего жухнет ну-ка заблокируем красава красава ведерко ведрище убей молодец а минус и еще как не минус шизует не контратаковал ай-яй-яй-яй-яй-яй ну давай так поступим накинем дебафов потому что у нас сейчас вейдер должен раздавать налево и направо хоп резня то будем первого пробовать забирать тебя нет ушки не вышло тогда давай таким образом таким образом я по моему один ход право флил нет чё то вэйдер не смог на этот раз ой 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 что это мне это не нравится машина кин побелел для ха у меня получится не не получится на него еще больше дубов накинуть так что-то я разбаловался да ну сколько уж можно сколько в тебя надо дебафов то залить чтоб ты сдох тварь продолжаем они на него тупо не ложатся ты ж подонок ну ладно второй этап прощают ошибки слишком самонадеянная игра да это конечно победа но с натяжкой с такой хорошей натяжкой эти скажу так здесь закрыли здесь закрыли сколько время а ну в принципе нормально быстро идем так у нас есть легенда погнали тогда з caporn irgendwески еще с гиганы у нас есть легенда и в поедем имперскими штурмовиками кстати насчет комментариев которые писали ставь хотя бы сюда таркина или еще у кого нибудь не outsiders и не из имперских штурмовиков прикол имперских штурмовиков накопление их зарядов а не в том то что они там какие то такие то вот именно как раз накопление зарядов отсюда они как раз таки и дают свои шеломительный урон ну за счет того то что эти есть в очки вот и получается когда ходит не имперский штурмовик вопроса напросто эти заряды сбиваются и они теряют стаки атаки это конечно немножко неправильно прозвучало как масломастерное но факт остается фактом стаки атаки стаки атаки ну да по той же причине мне нельзя вызывать дроида если что на секундочку потому что он тоже нам будет сбивать стаки этого мы себе позволить не магиом и красиво на 62 тысячи на 49 петя 81 бляхат это петя дамагер конечно провокацию за непонятным хреном ну пусть будет срезали им шаха немного таким образом других имперских штурмовиков я еще парочку соберу но чуть чуть попозже немножко не до них вообще я так наверное всегда говорю да когда когда кого-то надо собирать я всегда говорю что немножко не до них вообще так смотри успеют сходить гады ну серьезно но все сбили мои все стаки атаки о ее ее елешечки и и и мне это не нравится все и страх не дал потому что никто не умер так давай пить его инвиз спрячем смерть вирса с одной стороны мне только на руку потому что петя получает от него очень много бафов но этого будет недостаточно скорее всего до этого не хватит дай страх а почи в смысле так вы же страх получили какого хера какие контратаки вы чё творите уроды бляха метку 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 на дроида надо было дать подожди стой чё эту плюта так 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 шанс шанс петя не проеби этот шанс петя 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 не походу шанс просран да в этот раз штурмовики меня подвели немножко блин одну битву завафлил надо получше бы штурмовичков хорошо и кто у нас остался триумвират давай тогда лего и триумвират спустим так ты ты сион кстати в т-13 на секундочку и кого еще дуку мне нельзя сидиуса сидиус будет были на как же обидно немного ты же на таком расслабончике думал покатит а не прокатило так ладно кто из вас ходить будет раньше всех ты будешь ходить давай сюда сюда накинем так призывать будем через кого ой слушай давай через легенду призовем получается другой то будет вообще сильнейший просто-напросто так ребята давайте ходите мне нужна ульта сейчас и он на контратаках как начнет раздавать и он всего лишь т-13 как бы вряд ли он что начнет раздавать она в первые реликвии почему-то 13 1 реликвия у него есть все таки не было там боли да ну ладно ой отлично по 8 процентов ульты дали каждый ох еще восемь процентов ну блин с чем ты провокацию повесил катеныш сдохну вот это хорошо но ты тобой мы конечно же затащим но это будет весьма неинтересно вот за имперской штурмовикой было очень обидно так 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 не не буду пока никого ультовать мне нужно ульта на лего даём сюда связь и сюда разбирать начнем с сержанта ай хорошо передавай сюда он сейчас любом случае на себя еще и провокацию даст конечно же у тебя мы сольем просто чтоб ты не мешался нужно было в принципе его попинать очень долго накапливается ульта на подобных битвах хотя опять же сегодня я играл проходил события штурм против джедаев уже там ульту накопить вообще не фиг делать но даже учитывая что у легенды палпатина 550 плюс скорость то все равно я не мог никого по скоростям обогнать а прошел кстати по классической схеме за исключением того то что я по моему вейдера заменил на легенду палпатина а так оставил все то же самое и кстати на секундочку я не использовал ульту я ульту подрубил только в конце 3 седьмой волны если быть точнее перед восьмой просто для того чтобы кинуть связь на йоду и ноги не на генерала кеноби чтобы их сразу же забрать вот а все оставшееся время я ульту не активировал чтобы срабатывала его первая особая чтобы я мог пацанам восстанавливать защиту это те такой дружеский совет если что вдруг пойдешь легендной да не того бью давай вот этого к пацаны не убивайте пожалуйста ой хорош блять он сходить не успел а ты хреново сходил мне не хватило твоего хода да сведули да ульта колоссально долго конечно настакивается опять этот состав который был на имперских штурмовиков ну ты посмотри а те кстати она может даже к лучшему так давай мы вот таким образом сделаем а повяжем так стоять 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 подожди под подождите остановитесь дайте мне сходить а в конце концов учет все что ли сдурили файза повяжем и повяжем вот этот вроде как эхо часто приходит еще в поддержку вот она и ульта моментально хотя там и оставалось то из гулькин хрен на тебя запрет не ну все он реально в реликвии начал поинтереснее жить чем он до этого стоял о нихрена сняли хопача а ему все равно насрать а в смысле а как а шпионы блях они ж не дают воскрешение так палпатин ты получил ульту ты собираешься сегодня нет наконец то а ну сейчас подожди еще будем ждать так ладно давай тогда таким образом мы поступим тебя сольем нам с этой только ультой конечно будьте здрасте до сих пор за штурма и уков обидно между прочим ну что если бы не штурмовики то ну это был бы стопроцентный второй вариант это второй этап закрытие стопроцентное закрытие но остается только здесь если нет штурмовиков то кого тогда использовать хотя опять же с другой стороны надо было сделать немножко по-другому надо было вместо штурмовиков пустить как раз таки триумвират потому что триумвират весьма неплохо закрывают по крайней мере первых два этапа вообще без проблем а потом уже легенду палпатина с кем-нибудь вот и все так меня на 10 зарядов каким-то образом нам ну что ж ты не добил то ну давай так так кого забираем новая медика заберем пока что так сюда стрельнем разок еще разок боль ну ах ты стыж ты стыж ты стыж и второй в стан прилетел но это к сожалению нам его не забрать так сюда духе так инвиз по-любому вот этого не стоило делать поспешил на лёха красиво так через букича призыв это хорошо это 5 зарядов духе ч это 6 зарядов еще четыре где-то надо раздобыть у снайперов снайпер это боль блокируй его или убей да не ушел в инвиз ради заряда принципе не страшно так то по-хорошему духе вообще в однорыло справляется давай 8 зарядов мне нас здесь по-любому вот этих двоих забирать за духе ч 9 зарядов красиво и не убьет но тогда в инвиз духе чубе и духе чубе и духе чм разу то блять пиздец ну ты мразь конечно надо быть такой скотиной ну мог же был 10 заряда взять ну что тебе жалко было подлец ой хорошо недавно кстати в комментариях обсуждали момент что когда коде делает свою первую особую у него голограмма голокрон как правильно назвать палпатина да вообще это канонично насколько я понимаю но хотелось чтобы все таки у него была голограмма того персонажа кого он собирается сейчас атаковать это было бы гораздо интерактивнее гораздо интереснее так подожди давай сюда ну вот теперь есть все заряды для подождение вроде до этого я уже все я уже перестал следить просто-напросто хорошо и еще разок а и молодец молодчинка ну ну мы конечно прошли показали максимум на что мы способны но все таки обидно очень обидно очень досадно получилось за за штурмовиков на будущее пока у меня не будет еще двух крепких штурмовиков лучше здесь делиться по другому к легенде закидывать всякий шлак ходить триумвиратом тем более что можно было туда кбм закинуть креника моло королевского стражника там без разницы ульту разгоняем и все и как бы нужно было вообще туда вата так-то по-хорошему заслать тогда легенду вообще бы хрен кто положил у меня же есть ват где вот он есть не подумал поспешил и одну битву слил к сожалению это факт но на этом у нас все если интересна дальнейшая судьба то обязательно подписывайся жду тебя в комментариях ставь лайк если понравилось большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и да пребудет с нами сила а